В канун Дня Победы святейший патриарх Кирилл возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. В этой традиционной церемонии участвовали также иерархи и столичное духовенство. Предстоятель Русской Церкви обратился к военнослужащим почетного караула 154-го преображенского полка. Он отметил, что победа далась нашему народу с огромными жертвами и усилиями, досталась потом и кровью. И теперь Россия должна быть настолько сильной страной, чтобы ни у кого не было даже мысли о войне против нее. Святейший патриарх считает, что для этого нужны вооруженные силы, способные отразить любого врага и труд всей страны. Затем Владыка обратился со словом к иерархам и священнослужителям. День Победы – это победа оружия и победа духа. И если оружие формируется за счет успехов в экономике, если способность страны защищать себя формируется за счет успехов в политике, то подлинная победа, как уже было сказано, всегда связана с состоянием духа нашего народа. А это значит, что у Церкви огромная задача – воспитывать наш народ, людей, в вере и в любви к Отечеству. Да поможет всем нам Господь достойно нести эту священную миссию. С праздником Победы поздравляю вас! У могилы неизвестного солдата собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Затем предстоятели духовенства возгласили вечную память вождям и воинам, жизнь свою за веру и Отечество положившим, и пропели тропарь праздника Пасхи. Субтитры создавал DimaTorzok